Существует два московских железнодорожных кольца, вернее, одно полное кольцо, это малое кольцо, которое проходит по территории города. Есть второе кольцо, большое, которое не до конца оборудовано, которое проходит за городом. Изначально оба эти направления были грузовыми. Одно для обхода города Москвы, второе для обеспечения промышленности города Москвы, соответственно, железнодорожным транспортом. Подвоз грузов, КУОЗ и так далее. В данной ситуации, тот проект, который мы разрабатывали совместно с Московской областью, это когда основные грузовые перевозки, особенно транзитные, уходят на Большое кольцо. Для этого необходимо было его дооборудовать, сделать грузовые станции, сделать дополнительные пути. И малое кольцо максимально освободить и ввести его в систему не внешнего транспорта, которым является железная дорога для города, а внутренним общественным транспортом. То, что на сегодняшний день происходит. Если говорить про что интересное было, самое интересное в этой работе, это, конечно, было спасение двух железнодорожных мостов, которые были, соответственно, в районе Лужников. Один из них выходил до площади Гагарина, другой на Бережковскую набережную. Дело в том, что, с одной стороны, эти два объекта являются памятниками инженерного искусства. С другой стороны, они уже не могли принимать на себя эти нагрузки, которые дают грузовые поезда. И стал вопрос, что бы с ними делать. И вот несколько лет назад мы их передвинули. Это была очень красивая вещь, когда бешеное количество тонн плыли бы полтора километра по Москва-рике и встали на новые места, став пешеходными мостами. Один Хмельницкого, второй, значит, соответственно, вот этот в Паргорьково выходит. Я считаю, это было самое мероприятие по спасению двух инженерных сооружений. Причем там делалось все по правилам, все камни разбирались, номеровались, переносились на новые места. Ну а железки, все вот эти бешеные фермы, они плыли по Москва-рике. Точно так же, когда мы строили третье кольцо транспортное, в данной ситуации мы сохранили все памятники архитектуры, которые были связаны с Малым кольцом железной дороги. То, что происходит, я считаю, это очень интересная вещь. Во-первых, это введение железнодорожного транспорта уже в систему пассажирских перевозок. А так как многие станции метрополитена и станции железных дорог практически совпадают, мы получаем дополнительный кольцевой контур общественного транспорта, только железнодорожного, который будет связан с такими станциями, как Москва-Сити, Кутузский проспект, Площадь Гагарина, Владыкина, Ботанический сад, Спортивная в Лужниках и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, то, что делается сейчас хорошо. Делается и неплохие станции делаются, я так иногда проезжаю. Смотрю, ну все, будет приятно, когда то, что ты не смог доделать, продолжают приемники. Есть идеи вечные, это в первую очередь связанные вопросы с инфраструктурой. Самое дорогое, что есть в городе, это коридоры для общественной структуры, будь это коммуникация, будь это железная дорога, будь это автомобильная дорога, будь это даже природный комплекс. Ну, я с вами не соглашусь о основном сносе во времена Лужкова, потому что я не люблю общих слов, очень не люблю общих слов. Я готов с вами пройти сейчас мысленно по любой из улиц Москвы и посмотреть, что было снесено или нет. Ну, не знаю, давайте возьмем Причистинку, да, на память. Идем от центра, да, дом Балаконских подрос на один этаж, появился восстановленный флигель усадьбы Хрущевых-Селезневых на уголочке, да, вместо доски почета Ленинского района появился двухэтажный дом. И, пожалуй, на Причистинке больше ничего не изменилось. Немножко сложнее было с Арбатом, пару вещей не удалось, если честно. Но, в принципе, мне кажется, все эти разговоры про бешеный Лужковский снос, это в большей степени политика. И уверен, что с годами все встанет на свои места. Я слышу всегда все слова только про дни и те же здания. Это Москва, это Войнторг, да, пожалуй, все. Потому что, поверьте мне, с точки зрения сноса памятников, такого просто не происходило. И когда мне говорят о потере облика Москвы и так далее, да, он изменился. Но, извините, я очень люблю Москву в своей молодости. Когда идешь, особенно если там немножко выпил, да, и сам себя жалеешь. Господи, какой красивый город, какие разбитые тротуары, какие обрезанные тополя, какие с отрепанной штукатуркой стоят исторические знания. Господи, да почему же у нас так все происходит, а? Почему у нас не как в Европе? Как мы только начинаем делать Европу, сразу кончается Россия. И это надо понимать. Одно из двух. Или мы живем в Москве и Островске, или мы держимся на каком-то определенном уровне. Никогда нельзя на большой столичный город, будь это Париж, будь это Москва, будь это Лондон, надевать, условно, сарафан в Суздале, Йорка или какие-то другие городы, где правда история может сохраниться в полноценном виде. Я вообще считаю, что Москва это, в общем-то, постоянный компромисс. Это постоянный поиск компромисса. Потому что я всегда сравниваю Москву с неравным браком. Знаете, такая картина Пулькерева есть. Когда у нас в наследство досталось две планировки. Почему неравные? Одна из них 17 века, благодаря переезду столицы в Санкт-Петербург. И второй, кинплан 35-го года. Потому что и Калининский проспект, и улица Горького, и Сахарова, как он теперь называется, ранее Кирова, это все наследие 35-го года, даже не 71-го года. В 71-м году был закрыт центр, сказали, лучше подождем, немножко, может, поумнее. Поэтому в данной ситуации нам надо постоянно искать компромисс. Как срастить между собой масштаб сталинской застройки и последующие, и, соответственно, того, что было до этого. Разрыв, извините, почти в 200 лет в планировке. Поэтому в данной ситуации, конечно, в многих случаях пришлось идти на компромисс. Поэтому с точки зрения вот этого слова «компромисс», я считаю, что такие органы, как ИКОС, при главном архитекторе, и я здесь с вами в одном не соглашусь, он только занимался сохранением исторического наследия. Это была его целевая задача. Потому что был еще архитектурный совет, при мне он был совмещен. Архитектурный совет проходил вместе с ИКОСом. И был еще общественный совет мэра, где рассматривали все важнейшие проекты, которые, начиная от генерального плана и кончая такими объектами, там, Гиха, Гелико, Норки, Поппер, там, как Гостиный двор, Царицыно, Коломенская масса, масса всего другого. Поэтому в данной ситуации я считаю это совершенно обязательная вещь. Совершенно обязательная вещь. Во-первых, один человек не может знать всю подноготную историю, которая связана с нашим городом. Но я могу сказать, что в свое время мне комич не дал допустить ошибку, потому что для меня, например, всегда существовало, по году моего рождения, всегда существовало две площади. Площадь революции и театральная. Потому что был поставлен Маркс, который, кажется, всего-навсего одна фигура. Но она замкнула площадь, а с другой стороны появилась площадь революции, да, с фонтаном Витали, и укрепленной вот этой воссозданной башней Китай-Горной. И когда мы делали Большой театр, сначала фонтан, который должен был делаться около Большого театра, он был из трех фигур. Скульптор-бурганов там нафантазировал и музу-балеты, и музу-оперы, и что-то еще. Тогда был че-то, и мне просто намекнули, вообще-то, извините, это единое пространство. Оно формируется с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны, с стеной Китай-Города. Понимаете, да? Вот это обсуждение, то, что носит люди, знающие и любящие город, это очень важная вещь. И, поверьте мне точно, очень многие мнения всегда учитывались на этой ситуации. Другое дело, что, да, есть случаи, когда кто-то должен сказать, да или нет. И чем еще хорош? Общественный совет или ЭКОС. Дело в том, что там собираются люди разных профессий даже. Не только архитекторы, и не только охранники. Потому что, извините, охранники у нас тоже стали уже как профессия. Да, если вспомнить там некоторых товарищей, это уже как их, это их кредо, это уже их хобби, это уже их профессия. А там собираются люди разные, они общаются, они спорят, они ругаются. Ну и что? Споря разведается истина. Поэтому ящик, почему его нет, я не знаю, мне трудно это сказать. Но я могу это спокойно говорить, что ЭКОС придумал не я, а Леонид Васильевич Вавакин, мой предшественник. И он существовал, значит, Леонид Васильевич был 10 лет главным архитектором, я 16 лет, 26 лет он существовал. И ЭКОС, и общественный совет. Но он, правда, уже был связан, 16 лет существовал. Я считаю, эта вещь необходима, и я знаю просто случай, например, Валерий Павлович Штанцев, придя в Нижегородскую губернию, создал общественный совет. Так, если говорить про Виктора Виноградова, я помню и не только его проект «Реорганизация историческая», я помню и его проект вместе с Макеевым, когда они делали вариант генерального плана развития Москвы, который был основан, скорее даже, на уникальности географии Москвы, когда три географических пояса сходятся в одной точке, практически в районе Кремля, Мещерская низменность и так далее. Очень был красивый проект, но, как вы знаете, в жизни, особенно в Москве, ничего симметричного не приживается. У нас даже, извините, классическая театральная площадь получила одно крыло вниз малым театром, а с другой стороны, еще до революции, еще до революции вознеслось театром, который, не знаю, как он сейчас называется, детским центральным, детским театром, когда-то он назывался. Поэтому в данной ситуации, конечно, я знаю эту работу. Теперь в отношении сохранения исторического наследия в генеральном плане в Российской Федерации очень четко разделены два вида документов. Прямого действия, к которому относятся законы об охране исторического наследия, и туда же относятся и сохранение природного комплекса. И есть генеральный план. В данной ситуации генеральный план должен лоб в лоб учитывать то, что сделано на сегодняшний день в области охраны одного и другого. Поэтому в генплане, который разрабатывал, все, что было, охранялось, все, что было, все нанесено. Но как справочный материал. Потому что по закону это даже не требуется. Потому что когда входит в конфликт интерес истории и интерес градостроительства, градостроительство надо историю пропустить вперед. Я считаю, что идеальным центром исторического города не может быть. Потому что каждый город индивидуальный. И первое, что надо знать, надо четко знать историю. Значит, историю развития города. Да, если ты в Москве, ты точно должен знать, что Севска, Севцеваражик, это речка Севка в Абраде. Вообще-то так для начала. То есть ты должен досконально знать ту территорию, где я работаю. Даже если для тебя чужой город. Это первое. То есть основа должна быть знания. Особенно в исторических городах. Они тоже разные. Я не буду сейчас знать эту тему останавливаться. Но то, что в каждом городе надо найти свое, в обязательном порядке. Второе, я считаю, что особенно в малых городах, да и в больших тоже, впереди архитектура должна шагать литература. Ты должен понять тот сценарий жизни, который будет на этой территории. Но ведь мы говорим про Сергиев Посад. Первое, что пришло в голову, да, это центр православия. Ясно, извините, есть Ватикан, есть все, что угодно. Это центр православия. А это значит немножко другой город, чем все остальные. И здесь первое, что надо сохранять, к сожалению, уже не все можно сохранить, это ландшафтный визуальный анализ с больших-больших территорий на этот объект. Я всегда привожу один пример. Зона охраны Версаля по этажности 30 километров. Радиусом 30 километров. Это совершенно четкая вещь. Потому что я уверен, главное правило игры. Если правила игры четкие, и инвестор их понимает, и жители тоже. Поэтому в первую очередь ты должен понять суть города. Понимаете, суть города. Иркутск, для меня, например, в данной ситуации, я его рассматриваю немножко по-другому. Это ворота к Байкалу. Потому что, да, Иркутск замечательный город. Замечательный город. Но если мы хотим привлечь туда, там идет, может идти спор. Там должна была быть борьба двух городов. Улан-Удай и Иркутска. Кто из них ворота к Байкалу? Где хорошая аэродром? Потому что Байкал, извините, это один из десяти памятников природы мирового значения, которые есть на территории России. Про самый большой резюар чистой воды, пресной воды, знает весь мир. Поэтому если мы хотим привлечь мир, мы в первую очередь что должны знать? Мы должны знать, что это ворота. А что у нас сейчас за ворота? Ворота должны состоять, куда мы приземлились. Потом связь с Байкалом. И, соответственно, сам Байкал. Если посмотреть на все три составляющих, везде есть, что делать и как работать по этому вопросу. Разные есть направления, работы. Например, вот я сейчас очень такой сторонником такого понятия, как медленный город. И мы его применили сейчас и при разработке Сергеевого Посады, и в центре Иркутска. Это такая итальянская история, если есть время, конечно. Итальянская история, когда товарищ по фамилии Петри, мне кажется, из городка Бра, вдруг сказал себе в первую очередь, а потом и своим соотечественникам, друзья, итальянцы мы или не итальянцы? Зачем нам нужны Макдональдсы? Зачем нам нужен этот фастфуд? Давайте есть так, как полагается есть в нашей стране. И появилось движение «Медленная еда». Потом до товарища Петри не дошло, что дело не только в еде, а дело в ритме, уход от глобализации, ликвидации усредненности, которая происходит в связи с глобализацией в городах. И появилось движение «Медленный город», где все сосредотачивается на пешеходах, сосредотачивается на нормальном образе жизни с точки зрения сохранения исторического наследия, природы, велосипеды и так далее, поэтому в данной ситуации движение, оно очень интересно, на мой взгляд, и оно могло бы очень хорошо закрывать для многих наших исторических городов. Дело в том, что мы сами не совсем до конца понимаем, что такое исторический город. Давайте возьмем Москву с вами. Ну, когда шла перестройка, когда бомбили коммунизм, было понятно, там была такая черта проведена, там железная совершенно, все, что до 17-го года хорошо, что после 17-го плохо. Хотя я считаю, беда в Москве наступила не в 17-м году, а в 18-м, когда сюда переехало правительство, когда в Питере остались сенаты, сенаты, министерства, здания, которые не знают, что делать в Питере с ними, да? У нас, извините, там, Метрополь стал главной резиденцией правительства и так далее. То есть функция не соответствует, будем говорить, той форме, которую приняла на себя. И в данной ситуации, само понятие, что такое историческое Москва, ту грань мы сняли сейчас, да? Потому что все-таки архитектура есть хорошая, плохая в любом периоде. Да, за счет древности все становится более хорошим. Хотя я не думаю, что люди, которые там сносили пол Москвы в 17-м году, а это такие товарищи, извините, как Леонидов, как Веснины и так далее, и так далее, да? Те, кем мы гордимся, как вот гордистами, они уже очень запросто, да? Там построите одно здание вместо всего Китай-города, как нечего сделать, или увеличить Красную площадь в ширину в два раза. Они были неплохие, они по-другому мыслили. Они не могли понять, что конюшня, построенная в начале 19-го века, будет победником архитектуры. Нельзя смотреть нашими глазами туда, что происходило назад. Поэтому давайте ответим сначала, а что такое? Улица Горького, это историческое или нет? Это полноценный ансамбль, который выходит на московский Кремль, имеет систему площадей, некоторые из них с исторической, мы будем основанием, ну хорошо, вместо Скобелева стоит Юрий Долгорукий, вместо пожарной Каланчичи стоит бывший марксизм, марксизм-лиянин, и так далее. Или, извините, я сейчас вообще, может, бред скажу. Но Калининский проспект тоже был построен в 60-й год. Да, я понимаю, что очень многие историки любят его отмечать черным цветом и говорить, что это диссонирующие ошибки, которые мы должны исправить. очень реалистичные позиции. Правильно? Меня ругали за то, что я лотоплаза построил, в том виде, как он есть. А я ее строил для того, чтобы завершить ансамбль Кутурского проспекта и вырезать его с исторической застройки по Сотовому кольцу. Абдорец торчил, помните, Украине вышли? Сейчас торца нет. Поэтому сначала давайте разберем шутку исторический город. Я говорю сейчас про Москву и про ряд других городов, где вот это смешение произошло очень сильно. К Питеру это не относится, сразу говорю, потому что ансамбль сложился практически без перерывов, без переезда в правительство и так далее. У них другая беда, как все это использовать. Поэтому маленький Горху, он понятен. Он понятен для Москвы. Я вот для того, чтобы понять, что такое историческое Москва, давайте сначала разберемся. Мы играем по своим правилам или, например, по правилам ЮНЕСКО. Я, например, несмотря на то, что 16 лет был главным архитектором городом, я могу личную границу провести. Личную границу. Но я уверен, что это требует более широкого обсуждения, что это такое. Поэтому я думаю, что сейчас пошли по наиболее простому пути. Взяли, ну, во-первых, те, кто не могли отбиться от такой радости. А во-вторых, те города, где правда, можно что-то решить. Беда в другом. Даже в этих маленьких городах. Беда в том, что происходит конфликт между министерствами. Не то, что они воюют. У каждого своя функция. И, например, функция Минкульта кончается до определения границы исторического города. Во-первых, это делается за копейки. Сделанных всего несколько штук. Ну, сколько? 40 город, 41 город, кажется, у нас исторический. Ну, сделано штук 5 или 7, может быть, к концу этого года будет. Но это же не решает никаких проблем. Потому что главное не границу провести, а придумать тот самый сценарий жизни на этой территории и закрепить его так, чтобы на этой территории жители не страдали от того, что они живут в историческом городе. Второе. Бизнес на этой территории. Это неплохое слово. Бизнес. Магазин любой. Это бизнес. Они должны быть на этой территории. Они знают правила игры. А как коммунальщики знают правила игры на этой территории? То есть, кроме памятника наследия, есть несколько фигураторов, которые заинтересованы в вопрос. Должны быть выработаны правила игры на этих территориях. Я считаю, что вот некоторые вещи исторические, вот то, что... А почему я за приватизацию сюда был памятник? Да потому что в тех странах, где не было социализма, там этого вопроса просто не стоит. И английская королева знает, что в своих замках делать. И любой бюргер в Мюнхо не знает, что он имеет право свою пивную делать, а что нет. Поэтому в данной ситуации, я считаю, главный дел – правила игры. Правила игры, они должны быть очень четко расписаны и понятны. А на сегодняшний день если посмотреть правила игры по сохранению исторического наследия, там же запутаться можно. Я понимаю, там однословно достопримечательное место. Вы не знаете, как ваш чиновник рассматривает, что такое достопримечательное место? Нет? Очень просто. Есть территорий памятников, есть достопримечательное место. Русский язык мы с вами знаем. Есть и есть достопримечательное место, все остальное не достопримечательное место. Что храчу, то и врачу. Поэтому здесь есть правила игры, к сожалению, не прописаны и не системны. И они, знаете, как шампур должен мясо проткнуть, что получил шашлык, точно общая идея даже проткнуть все ведомства министерства, чтобы работали на конечный результат. А конечный результат это качество среды жизни деятельности на той или иной территории, качество среды жизни деятельности. Я знаю такое правило, которое в принципе и университетное место, когда есть 50% памятника сохранилось, то воссоздание этого памяти считается реставрацией. Это понятно. Поэтому мы сразу выбираем в сторону Маниш, потому что там было не то, что... Там только Бетангкор пострадал, да, все стены были сохранены и так далее, и так далее. Поэтому здесь претензий быть не может с точки зрения просто законодательства. Так то, что говорит, мне все оба интересовало. Другое дело, там я приложил руку, сам напросился на критику, потому что я люблю иногда такой, знаете, определенный шарм, что ли, какой-то прикол, прикол скорее, да, или феник, как говорят мои студенты. Я высказал предложение не зашивать бетангкор изнутри. Хотя здесь как раз меня за это и били. Хотя, извините, всегда можно натянуть потолок, который натягивается, этот вопрос будет решен. Мне кажется, что это придало определенную современность этому зданию, а, во-вторых, интересно показало всю эту структуру, пускай новодел. Вот в этой ситуации новодел, допустим, однозначно. Потому что, извините, было утрачено перекрытие, то, что сделали один к одному, в общем-то, ну, конечно, при новых технологиях, но это допустимо. В принципе, я считаю, ничего хорошего новодел, но есть случаи, и в каждом случае надо рассматривать его для чего это делается. Например, воссоздание храма Христа Спасителя я не рассматриваю это как архитектурную составляющую. Это покаяние, поколение, целого поколения перед своими не отцами, а дедушками, бабушками. Это покаяние Юрия Михайловича Лужкова, это покаяние Солженицына, это покаяние всех нас, кто участвовал в этом деле. Это воссоздание святыни, посвященной не только культовую, 812 году и так далее. Это одна история. Вторая, довольно забавная история, которую я тоже не отношусь как к архитектурной, а отношусь как к краеведческой. Ну, например, воссоздание, я даже не назвал воссоздание строительства макета один к одному в Коломенском дворца Алексея Михайловича. Это чисто краеведческая вещь. И правильно сделали, чтобы ее не построили, вырубая дубы там, где она стояла раньше. Но, можете ли вы еще где-нибудь школьнику показать, какого размера и как выглядел дворец царя до Петровской эпохи? Извините, летний дворец в Измайлово не выжил, этот еще был разобран до семнадцатого года. соответственно, я рассматривается как нормальный совершенно краеведческий трюк, который дополняет экскурсию по Коламбску, рассказу о том, как жили русские цари. Если кому-то не нравится реставрация, извините, это уже Скрыниковой, которая была автором воссоздания воссоздания сооружения этого макета в масштабе один к одному. Поэтому, в каждом случае, надо как раз смотреть, для чего делается. Ну, есть такой еще архитектурный взгляд. Если не можешь сделать лучше, чем было, воссоздай. Такое тоже вполне может быть. Вы упомянули царицыною. Да, особый критик, вот если вспомни, гостиный двор, это я, мой любимый объект, поэтому здесь его только буду хвалить и себе. Вот, царика, манеж, я сказал, это трагедия была. Это была просто трагедия, и ничего противозаконного не было. Единственное, там единственная была претензия, что мы сделали подземный этаж, и охранники нам не разрешили там сделать гараж. Ну, там будут появились дополнительные залы высоченные. А царицыно тоже, я с улыбкой иногда вспоминаю весь этот период, назад смотреть сюда легче, вот, вперед. Вот, очень много было критики, посвященной царицыною. Я не люблю вот эти очень очень слова, давайте просто возьмем, так попробуем разобрать. Первое, приведен в порядок парк. Плохо это? Хорошо. Территория увеличена, парк, за счет того, что вдоль железной дороги были убраны куча рынков. Плохо или хорошо? Я считаю, что это хорошо. Очистили пруды. Тоже, вроде, ничего плохого в этом нет. Давайте дальше смотреть. Отреставрировали кавалерские корпуса, отреставрировали мосты, отреставрировали малый дворец, отреставрировали средний дворец. Вроде тоже никаких претензий нет. Значит, есть всего две претензии. Первое, хлебный дом, который, извините, перекрыт кровлей. Он получил ситуацию, потому что ругать нас за хлебный двор было нельзя совершенно, потому что его еще реставрировали поляки при советской власти. Не зареставрировали процентов на 10, и тут началась перестройка. Значит, и воссоздание, воссоздание главного дворца. Вот здесь разговор весь пошел. Так воссоздавать, не так воссоздавать, я могу много про это рассказывать, и буду забыть время. Вот я вам рассказал все, что сделано в Царицыно. Теперь давайте посмотрим, что же сделано плохого. Хотите снять крышу с хлебного, да снимите, разве Бога, пускай дождь вас заливает. Вопрос не. Хотите воссозданный дворец превратить опять в развалины, тоже нетрудно. Ведь исторически камни все сохранены внутри. давайте как говорить, начнем с Рассен, да, в общем надо понимать, какая основная задача те, которые на сегодняшний день у Рассена, которые оставлены Академией от государства. В первую очередь формирование планов фундаментальных наук и соответствуем проведение конкурсов на их разработку. Соответственно в данной ситуации здесь участвуют не только москвичи, например, очень активны в этом вопросе Екатеринбург и от других регионов. Это зависит от тех людей, которые могут написать. Например, в Екатеринбурге несколько замечательных ученых, которые очень детально изучают историю края. Поэтому это первое направление. Второе направление мы являемся экспертами, потому что если взять все-таки членов Академии и действительных, как раньше называлось, и член коров, это в основном люди, которые с большим опытом, которые могли бы очень помогать экспертному сообществу. К сожалению, очень редко нами пользуются. Откровенно могу сказать. Это вот наши основные направления, которые есть. Кроме того, мы создали территориальное отделение Академии практически во всех федеральных и городах, где вот эти вопросы фундаментальных наук, экспертных вещей, соответственно, это мы стараемся сейчас развивать уже и в регионах в рамках того законодательства, которое есть на сегодняшний день. Третье, я считаю, и мы будем более активно, это издательская деятельность. У нас сейчас есть два журнала, которые мы выпускаем. Один по строительной науке, один архитектура. Академия называется, где отражены все три направления нашей Академии. Архитектура, городостроительство и строительная наука. Ну, я по себе могу сказать, конечно, пространство для творчества. Я всегда старался оставить для себя, поэтому я возглавлял разработку генерального плана и вы сами называли некоторые объекты, на которых я работал. Вообще, я всегда видел четыре роли у главного архитектора. Первое, территориальное планирование, то есть разработка генерального плана или территориальных схем в зависимости, ну, есть, например, в Московской области. Второе, это ты ведешь планировку территории с проекта планировки и, соответственно, ПЗЗ, потому что это реализация генерального плана и это тот уровень, где-то уже ближе к земле, ты решаешь конкретную задачу. Третье направление, я считаю, что главный архитектор ни в коем случае не должен тянуть на себя все объекты, он является дирижером. Я всегда очень любил делать крупные комплексы, когда участвовал большое количество архитекторов. но продолжал дело Тхора, потому что, я хочу раз напомнить, что Сити это Тхор Борис Иванович. Я просто получил после его смерти возможность это дело продолжать. Или, например, Хадынку. Такие объекты, когда работает большое количество архитекторов, ты в данной ситуации являешься дирижером, не первой скрипкой. Понимаете, очень трудно одновременно махать и еще не играть на первой скрипке. Для этого спелоков быть как-нибудь. И четвертый пункт это, соответственно, архитектор чрезвычайных ситуаций, когда случаются вещи, которые надо срочно решать, когда надо быстро принимать решение, ты, конечно, должен брать это на себя. Ну, например, загорелся манеж или когда были взорваны дома, дом был взорван в Бурьяново, когда было четко и людей переселять, и найти место, и сделать так, чтобы на месте взрыва ничего не строить, а поставить часовню, а потом храм, ну, или тот же самый гостиный двор, где главная моя задача, в общем-то, я считаюсь не потому, что я там сидел с утра до вечера, а не с утра до вечера, а после рабочего дня я посетил до гостяного двора или до этого. А главное было сказать нет, что нельзя этот объект гнать, потому что это памятник архитектуры, и надо делать все как положено. Поэтому на гостяном дворе есть спорный момент, опять перекрытие двора, раз, надстройка нижнего дня, нижнего третьим этажом, это, конечно, спорные вопросы, однозначно совершенно, ну, иначе мы не получили такого всесезонного пространства почти на 2 гектара. А все остальное делалось четко. Была сделана вся археология, я помню, министром культуры в то время была Наталья Дементьева, она же археолог, изначальный, она просто восхищалась, то, что делал там Векслер со своей командой. И точно так же, извините, мы все колонны новые, они спрятаны в старые стены, причем не просто штробил, а все кирпичи вынимались, опять же, номеровались, туда внутрь заливались, делались колонны металлические, и потом все устанавливались назад. Поэтому максимально там было сделано все как надо. Но вот надо было сказать нет для того, чтобы гневнать все объекты, знаете, бы нормально. С точки зрения реставрации там все вопросы по вам поем. Творческие планы и нетворческие планы тоже у меня есть, потому что, не знаю, смешного по жизни не получилось. Я ведь сейчас, кроме того, что я возглавляю Академию, я еще возглавляю научный следитет Центра строительства, когда вы занимаетесь строительной наукой. То есть, получается, так, у меня все как-то шиворот-навырут уже не прошло, потому что я начинал как градостроитель, пришел после Мархе к университету генерального плана и занимался градостроительством, потом стал главным архитектором Горова, и мне пришлось заниматься в том числе объемным проектированием. А сейчас я решил еще заняться и строительной наукой. Это вот одно направление, которое, можно сказать, для меня оно не творческое, но очень интересное. Кое-что удалось сделать. В крайнем случае, наш центр вывели из списка приватизации, и у нас остается государственная собственность. Это такая главная победа прошлого года. А с точки зрения творческих планов, ну, во-первых, первое, я прибыдаю в Мархе, в этом, наверное, шесть студентов, некоторые из них нормальные специалисты, впервые будут готовить четырех магистров. и, соответственно, проектирование с моими коллегами, с бывшими учениками. Надеемся, очень Назарайск. Надеемся поработать. Очень интересная тема. Совершенно. Такая, знаете, мне такой никогда не было. Ну, и если представится возможность продолжать работу по Сергиевому посаду и по Орехову Зуеву, конечно, с удовольствием буду заниматься этими делами.